В Украине подводят предварительные итоги выборов на местах. Напомню, голосование состоялось в воскресенье. Более тысячи депутатов избирали в 51 объединенной территориальной громаде в 17 регионах страны. Почти 80% кандидатов выдвигали партии, своих претендентов предложили 42 политсилы. Среди лидеров оказались не только представители парламентских сил. Достойный результат, а именно третье место, показала аграрная партия. Ее поддержали избиратели почти по всей стране. 17% кандидатов от аграриев прошли в местные органы власти, а это 121 депутат. Партия на треть улучшила свои показатели по сравнению с прошлыми местными выборами и получила убедительную победу в пяти регионах. Не обошлось, конечно, и без нарушений. С первого места и, власне, первое-друге место сегодня на Чернигівщине. То есть мы занимаем абсолютно лидирующие позиции. На этих выборах, которые эксперты уже оценили, как один из самых сложных выборов за последние 15 лет, было использовано фактически все технологии. Это и подкуп, это и подмена бюлетенов, это и залякувание. Процесс был очень напряженный. На Киевщине выборы проходили в трех громадах, в двух местах. В принципе, результатом задоволения отримали 24-3%. Но это очень серьезный показатель, особенно в местах. О победе на выборах объявили представители партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Согласно подсчетам полиции из всех победителей 55% кандидаты имена «Солидарности». Лидировали в большинстве регионов, об этом сообщается на официальном сайте партии. Поэтому и возглавят 28 городских, поселковых и сельских громад в Николаевской, Полтавской и Днепропетровской области. Батькивщина же, по данным «Солидарности», на втором месте. А в Батькивщине считают, что именно их политсила одержала победу на выборах. По словам лидера партии Юлии Тимошенко, в штабе Батькивщины уже проанализировали 100% протоколов с мокрыми печатями. И, судя по этим данным, политсила заняла первое место. Причем лидировала с большим отрывом от остальных кандидатов. На эту минуту выборы, которые происходили вчера в объединении территориальной громады, сегодня уже закончились. Батькивщина заняла первое место с большим отрывом от всех других партий и взяла 31,6%. На втором месте блок Петра Порошенко «Солидарность» с результатом 19,4%. На третьем месте аграрная партия с результатом 13,8%. Празднуют победу на выборах и около 50 кандидатов от оппозиционного блока. Их представители прошли в местные органы власти в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Черниговской областях. Есть победители даже в тех регионах, где раньше оппозиционеров не избирали. Как, например, в Волынской, Черновицкой и Хмельницкой. В полицейле также заявляют, что во время этой кампании были системные фальсификации. Провластные кандидаты широко использовали админресурс, запугивание и подкуп избирателей. Всего правоохранители зафиксировали почти 100 жалоб и открыли 13 уголовных дел.